Время в игре 33-34 уже, а было 33-33, так обидно стало. Не успел я вам это показать, хотя если вы отмотаете в самое начало, вы это увидите. Друзья, всем привет, с вами Никита Дилой и мы продолжаем играть нашу карьеру на дарах Кавказа. Погнали для начала посмотрим, что творится у наших животных. Хотя смотреть там особо нечего, точнее гнать никуда не надо. Можно просто залезть в менюшечку. Смотрите, значит у нас 50 коровок, производительность 9%, потому что чистота 0. Надо, короче, у них все дерьмо почистить. Соломы у них хватает, воды у них хватает, да, воды я им полностью забил, кормушку, и они почти все выпили, ублюдки. Уже есть 6 кубов молочка у нас, дохрена навоза, дохрена жидкого. Ну как, это, наверное, не очень дохрена, но, короче, это все дело у нас есть. У них закончилась еда, в частности травка, и у них закончился, точнее у них и никогда не было силоса. Да, что-то они как-то жрут очень много. У овец ситуация немножко получше, хотя здесь у них тоже еда закончилась и силоса нет. В общем-то, короче, этих ублюдков всех надо сегодня накормить обязательно. Также, друзья, у нас я засеял поле, и вы не поверите, что тут растет, хотя вы и так уже видите, и знающие люди, наверное, могут отличить. Короче, здесь у нас растет соя. Это все дело тоже надо сегодня собрать, у нас большое объединенное поле, оно все удобрено, короче, все крутота здесь. И, в общем-то, надо его убрать каким-то образом. Для этого надо будет купить комбайн, да, кстати, я опять-таки упоролся немножко в контрактике, поубирал чужих полей, и у нас теперь есть денег немного. Мы любим деньги, и поэтому они у нас теперь есть. Ха, все любят деньги. Теперь у нас обмолоченная площадь, 106 гектаров, и рейтинг теперь 5, это здорово. И у нас, кстати, 3 овцы еще появилось, они там потиху размножаются, коровки как-то не очень, а вот овцы размножаются. Ну и ладно, пускай себе размножаются, не вижу в этом ничего плохого. Кто я такой, чтобы судить животных? Ладно, это все такое, я вот думаю, с чего начать, давайте начнем, наверное, с животных. В первую очередь надо у них почистить все это дело, и мы попробуем это сделать прицепом с подборщиком. Что-то мне впадло как-то покупать этот самый ковш, и мучиться с ковшом. У нас есть вот такой вот прицеп с подбором, и у нас есть трактор. Поехали попробуем это все дело замутить именно с помощью вот этой вот системы нибель. О, кстати, у нас есть плуг. А, плуг вы видели. У нас есть вот такая вот удобрялка классная. Вот смотрите, я два раза удобрял ей поле, и в общем-то тут один раз она была забита. Она, по-моему, на 8 кубов. Короче, немного удобрений надо. И потом еще я вон той красивейшей сейлкой это все дело сейл. Короче, все нормально. Так что погнали цепанем сейчас наш прицепчик с автоподбором. Попробуем с помощью него прибраться у животных, чтобы у них чистота стала не 0%, а дохрена процентов. Там под сотню хотя бы. Опять я несу какую-то дичь, ну и ладно, бывает. Нам сегодня, друзья, еще надо купить комбайн. И я хотел еще поле купить. И вообще дохрена всего надо покупать. Поэтому я такой упоротый собирал эти контракты, делал. А еще нам надо покупать кормосмеситель срочно, чтобы моносмесь делать. Как-то без моносмеси плохо, а оборудование покупать для этого не особо хочется. Так, я надеюсь, что ты будешь нормально работать, подбираться. Вот тут такие виллы суперкрутейшие. Что будешь подбирать? О, подбирает, отлично. Меня это радует. Я люблю, когда вот так вот это все работает, вот так вот все просто. Ни хрена не тут насорили, я вам скажу, полтора куба мусора просто. Ну, сейчас мы это им высыпем, жрите свой мусор. Теперь у них есть немножко еды, и это тоже хорошо. Погнали, то же самое провернем около овечек наших. Видимо, теперь каждая серия будет начинаться именно с этого. Потому что эти шпадлы сорить будут много. Может, мод поставить, чтобы они не сорили. Точнее, чтобы автоматически это дело убиралось. Ладно, пока не буду, а если сильно мне это дело надоест, то поставим. Я думаю, вы сильно против не будете. Так, у овечек тоже все собирается. Замечательно. Теперь давайте им это дело высыпем сюда. Хоп, и все. Теперь у них даже есть немножко еды. Вообще, кстати, в 19-й ферме еще можно было с помощью этого прицепа подборщика силос забирать из ямы. Не знаю, в 17-й, по-моему, нет. Я, честно, просто не помню. Поэтому поехали тоже попробуем. Если получится, то мы им еще сейчас силосы дадим. И все будет хорошо у них. А со сбором травы немножко попозже займемся. Так, вот она наша яма. Тут немножко самая малость такого вот силоса есть. На пару дней, чтобы им хватило. Вот так вот мы это дело открываем. Силосный бункер открыт, здорово. Попробуем подборщиком. Вроде как в 17-й ферме нельзя было это делать. Да, это не работает так. Блин, надо брать фрезу. А фрезу на этот трактор не подцепишь. Плохие новости. Потому что спереди у него вон стоит это самое противовес. Нужен новый трактор. Ну ладно, друзья, давайте сначала замутим уборку. А потом уже будем разбираться с силосом, с животными и со всей остальной фигней. И, друзья, опять добро пожаловать в магазин. Наш первый комбайн. И им станет Дон 1500 Б. Не знаю почему, но захотелось именно его. 55 тысяч денег он стоит. Блин, дорого, конечно. Но ничего с этим не поделаешь. Короче, его берем. И к нему в комплекте идет за 4000 вот такая замечательная сжатка на 6 метров. Довольно широкая. Для нашего поля маленького пока что ее должно будет по зарез хватать. Сейчас мы это все цепанем и отвезем на базу. Давай, падла, заводись. Нормальный мод без всяких голых теток. Все хорошо. Это вы помните, как у нас это все было. Везде что не купишь, везде какие-то титьки. Я, конечно, люблю все это дело, но это же не на тракторах должно быть. Эй, а что ты не цепляешься, жатка? Что, они не подходят, что ли, хотите сказать друг другу? Вот те номера. А не, подходят, все нормально. Я просто кривой и не смог нормально подъехать. Бывает, ничего страшного. Погнали, короче, на наше поле. Что мне не нравится в этом комбайне, это его какая-то обзорность. Знаете, кабина не ровно посередине находится. Соответственно, мы видим левый край жатки, а правый находится как-то сильно справа. Ну, ничего страшного. Я думаю, я как-нибудь, мы справимся с поставленной задачей. Задача у нас убрать поле, разворачиваем комбайн. Вот так вот он разворачивается. Что значит не включается? Все нормально же. Запускаем эту шайтан-машину и погнали собирать. Во, соевые бобики у нас посыпались прямо в кузов комбайна, в бункер. Сейчас мы тут все пособираем и все будет у нас круто. Будет много соевых бобов и когда-нибудь мы их продадим, когда прилетит какой-нибудь контракт. Тут система контрактов прикольная, но пока еще не было. Ну, мы еще немного играем на самом деле, так что ничего в этом страшного нет. Да, у нас слева припаркован сейчас здесь наш Урал. Там сидит какой-то Валера или Валерон. Валерон или девочка там сидит. Кто-то там сидит. Нет, там Валерон сидит. Он, короче, будет это все дело возить на базу, когда мы будем в него это все дело разгружать. Поехали дальше собирать. Да, соевых бобов, конечно, не очень много получается здесь. Мы прошли целую проходку, всего лишь полтора куба. Это прям, я скажу, не очень много. Но ничего с этим не поделаешь. И да, в другую сторону будет не очень удобно ехать. Из-за того, что не видишь края. Края жатки. А так его вообще не видишь, кстати. И видите, да, я кос пошел. Да, ее косоруки. Видимо, от первого лица не очень удобно этим заниматься. Ладно, здесь придется ехать от третьего лица. Да, две проходки туда-обратно и 36% бункера. Как-то прям не дурно. Ну, в принципе, с другой стороны, меньше разгружаться надо будет. Хотя, чего уж тут хотеть. Бункер тут не самый маленький на этом суперкомбайне. Нормально, сейчас справимся. Да, уж совсем немного. 53% Прям совсем немного. Ладно, добиваем этот комбайн тогда. Так, у нас 80%. Давайте это все дело разгрузим. Меня достало кататься, если честно. Сейчас мы это дело разгрузим и поставим, чтобы Валерон сам ездил. Я думаю, у него все должно будет получиться. Будем скидывать работу на другие. А, что еще делать-то? Так, разгружаемся. Да, я знаю, что у Урала есть прицеп еще. Но он пока что нам не нужен. Мы с этим объемом вполне хорошо справляемся. С такими объемами у нас пока маленькие объемы. И проще работать именно пока что просто с одним Уралом. Прицеп пока что мешает. 53% моему выгрузили. Точнее, он забит. Ну и ладно. Все, друзья. Короче, Валерон поехал. Вроде как они будут друг с другом вместе работать. Ты главное это не потопчи, короче, мне урожай. Там какая-то Валерия, если верить карте, ездит. Видимо, девочка. Охрененная Валерия. Дружище, тебя не дразнили в школе? Надеюсь, что нет. А то, знаете ли, люди злые становятся, если там травли какая-то в школе. Видимо, придется потом да убирать. Судя по тому, как он ездит. Еще он топчет. Ай, топчет. Не топчи сою, ублюдок. Ладно, есть вероятность, что придется немножко за ним тут переделывать. Но ничего страшного. Я сам виноват, что криво начал. В общем-то, эти пацаны должны будут справиться. И я, по крайней мере, на это надеюсь. Да боже, я всегда так говорю. Короче, справятся пацаны. Надеюсь. Хе. А мы опять возвращаемся в магазин, потому что нам нужен новый трактор. И, короче, я провалился в яму. Фреза нам, кстати, пока что недоступна, увы. Поэтому будем сегодня мучиться с погрузчиком. Соответственно, покупаем новый трактор. И вот такое вот крепление фронтального погрузчика на него ставим. Это будет МТЗ-1025, который с карты идет. Дефолтный. У него 105 лошадок. На первое время нам этого хватит. Я пока не хочу пароваться в супер гигантские, супер мощные К-700. Хотя К-700 нам вообще не светит. Ну, короче, вот эту вот хреновину мы тоже покупаем. И что самое интересное, тут у нас не просто крепление фронтального погрузчика. Ну, точнее, не возможность, а прям этот самый фронтальный погрузчик и есть. Соответственно, надо еще купить ковш к нему. И это будет вот такой вот ковш на 4,5 куба. Довольно много. В общем-то, тоже покупаем. Я думаю, они должны в комплекте нормально работать. Надеюсь. Как обычно, да? Кстати, у нас повысилась производительность у наших животных. 68 и 37 процентов теперь. Но мы им скоро принесем силоса. И она должна будет еще повыситься. Так, это все дерьмо работает. О, беда. А что у нас? Он не поворачивается выше? Какой-то конченый ковш. Он же типа высыпаться будет в таком положении, да? На самом деле, сам погрузчик так себе. Ну, ладно. Я думаю, мы как-нибудь справимся. Потому что это максимум, насколько его можно вот так вот поднять. Ладно, друзья. Поехали на базу. Посмотрим, что сможем с этим сделать. Трактор-то так-то все равно лишним не будет. Ну, друзья, сейчас проверим, как у нас справляется наш любимый валерчик. Ну, вроде убирает норм. Заполнен зерновой бункер. Я очень рад. Так ты, может быть, это, поедешь разгружаться тогда? Если у тебя заполнен зерновой бункер у помощника валерон. Хе-хе. Гениально. Ну да, вот тут вот он две пупочки таких оставил. В принципе, и хрен на них, если так подумать. Ну, здесь он справляется. Здесь он разворачивается. Помех у него никаких нету. И это самое главное. Все нормально. У него 84% сейчас заполнен бункер. И он поехал дальше это все дело обрабатывать. Ну и нормально. А вот он, кстати, даже и молодец, я вам скажу. Забился на 90%, поехал разгружаться. Потому что... Ну, потому что, да. Нормально, я думаю, все будет работать. Главное, чтобы они друг друга не мешали сейчас при разгрузке. А то, знаете ли, всякое дерьмо случается периодически. Он нормально подъезжает. Все разгружается. Сейчас кразик, точнее кразик. Я его не знаю, почему кразик. Я знаю, что это Урал. Я же в серии вам сказал, что я знаю, что это Урал. Но почему-то я его называю кразом. Не знаю, почему. Так получилось. Это я случайно. Вы же знаете, у меня Татра, Ман, Скания тоже все одно и то же. Ну и все нормально. Все, он поехал разгружаться, разгрузится, вернется обратно. Тут 20% в нем бункере осталось. Он будет ждать стоять. Ну и ладно, пускай ждет. Ничего страшного. Поехали к нашему силосному бункеру. К силосной яме. Смотреть, что у нас происходит. Точнее, что смотреть, что происходит. Посмотреть, сможем ли мы нормально с этим ковшом загружаться. Это самое важное сейчас. Опускаем его. Блин, он такой резкий, как понос. Но то, что он в ковш набирает, это в принципе понятно. А, он не высыпается. Более-менее норм. Ну ладно, допустим. Давайте вон разгрузим это все дело в прицепчик. Ой-ой-ой, как тебя колбасит-то. Да, я понимаю, я физику учил в школе. Прицеп он разгружает. И это вроде как даже сыпется в прицеп, да? Нормально, попал. Эй, здорово, хорошо. Давайте тогда, чтобы далеко не ездить, подгоним трактор поближе. Вот этот, например, вот сюда. Вот так вот. Все, стой, дружище, здесь сейчас мы тебя заполним. Да, работаем сразу на двух тракторах параллельно. Вот они, ресурсы. Экономия ресурсов человеческих. Что у вас там, кстати, происходит-то? А, все нормально. Этот высыпался и тот поехал дальше собирать. Здорово. Люблю, когда вот так вот все работает само. Мне прям доставляет удовольствие. Ну что ж, мы тогда опускаем ковш и поехали дальше собирать. Да, мы эту яму скоро забьем полностью. Нам нужно много силоса. Благо траву есть где брать. Пока травкой. Не знаю, сегодня не сегодня. Но в планах у меня есть такое. Так, давай-ка, дружище. Сейчас мы тебе повысыпаем все это дело. Ох ты ж, ежик. А что у тебя этот борт выше, что ли, чем тот? Что он с той стороны загрузился, а с этой не хочет. Не, ну это не дело. Может он еще на горочке стоит, конечно. Те не винят это понос-то золотуха. Ладно. Мы вообще еще отъедем чуть-чуть. Вот так вот. И попробуем подъехать к нему сзади, знаете ли. Приткнуться сзади. Никаких намеков, ребята. Во. Вот так вот. И все нормально заполняется. Отлично. Я думаю, сюда еще один ковш влезет. Я не помню, насколько кубов этот прицеп, если честно. По-моему, что-то в районе 16. Те 3-4 прицепа можно сюда смело закидывать. Так, собираем силос. Поднимаем все это дерьмо. Нормально. Да, ребята, как умею. Я криворукий, ничего страшного. И перегружаем все это дело обратно в наш супер-мега прицепчик. И он перезагружается. Нормально. Перезагружает. Перегружается. Нормально, короче, все. Давайте еще один прицеп. Хотя там, мне кажется, он не влезет. Все, ладно. Глушимся. Поехали, отвезем вот эту вот срань всю нашим овцам и коровкам. А, 13 кубов. А, ну все правильно. А, так он вообще большой. Слушайте, можно еще тогда грузить? Это только половина. Он на 25 кубов, походу. Можно еще смело. Раз можно, то поехали. Чего 500 раз ездить-то? Хотя, с другой стороны, все равно второй раз придется ехать за этим. Без этого никак. За один раз мы здесь все не утащим. Даже если он на 25 кубов. Здесь в яме 28. Так что можно, в принципе, поехать разгрузить. Ладно, сейчас поедем разгрузим. Тихо-тихо, только не переворачивайся. Все нормально. Все хорошо. Все по плану. Ну, честно, ковш так себе. Мне не очень нравится. Мне крепление не нравится вот этого фронтального погрузчика. Так, высыпаем. И все, стой, парень, здесь тогда. А мы поехали вот на этом тракторе. Почти 18 кубов. Поехали, заедем к нашим овечкам. И заедем к нашим коровкам. И высыпем им жрачки. Они любят жрать силос. Блин, я вот не помню. По-моему, овцы раньше не жрали силос. Это чисто особенность карты. Хотя, может и нет. Может я и не прав. Всякое бывает. Ну, в 19 ферме овцы не жрут силос. Это я прям 100% вам говорю. Такс. Давайте откроем менюху. И чтобы в процентном... А, им тут вообще понты надо. Зазбиваем полностью. Отлично. Все, овцы должны быть счастливы. Надеюсь, производительность станет 100%. Менюху можно закрыть. Или точнее вообще. Давайте на коровок переключимся. Чтобы видеть, как дела у коровок. И погнали, высыпем коровкам нашего... Нашим коровкам силоса. Они опять тут нагадили. Вот ублюдки, а. И частота 0% написана. Оно то ли не обновилось, то ли не сработало. Но мне почему-то кажется, что скорее не обновилось. Так, высыпаем им сюда же силос, который им привезли. Тут нормальным хватит. Один из кубов. Ну, производительность должна будет повыситься. Че, опять это все можно собрать, что ли? Оп, сломающиеся рамы. Да, я вас обожаю. Ой. Давайте соберем это все дело. Опять попробуем. Но видите, тут сейчас не так много. А тут опять гигантское количество собирается просто. Мы же тогда полтора куба собрали. И сейчас полтора куба собрали. И они еще не сожрали то, что у них собрали тогда. Я не знаю, короче, как это работает. Погнали, еще высыпем им. Но, видимо, друзья, придется ставить мод на автоматическую чистку. Потому что я не хочу этим заниматься постоянно, если честно. Один раз посмотреть, попробовать все это, как оно работает. Это все, конечно, круто, но... Кстати, смотрите, у них есть производительность 30% и производительность молока. Я не знаю, как это работает. Видимо, это от плана питания зависит. Ладно, разберемся, ничего страшного. Погнали дальше силос собирать из нашей ямки-ямочки. Так, вроде 100 борта он нормально же загруж... А, давайте... Ладно, давайте вот так вот поставим. Сейчас это будет относительно удобно. Пофигу. Менюшку закрываем. И садимся в нашу новенькую МТЗ-шечку. Нашу новенькую МТЗ-шечку, да. Согласование по роду числу подержу у меня так себе. Так, надо вот это вот как-то дело собрать. Я что-то в прошлый раз проехал, но не собралась. Ой-ой-ой. Слушайте, у них подвеска рабочая? Это что-то тут? Нормально все. Тут рахи перекосило передние колеса. Я аж испугался. Так, собираем. Тут, я так понимаю, 2-3 ковша осталось у нас всего. Давай нормально собирай. Чуть-то он не хочет нормально собирать. Понимаешь, надо его просто поднять и уровень выстраивать правильно. Я же выстроил нормально. Че ты начинаешь? О, нормал, да. Собрала. Так, поднимаем это все дело. И погнали разгружать. Вот так вот. Поднимаем. Приткнули сзади. Выгружаем. Все нормально. Все выгружается. Все работает. Теперь этот ковш точно так же опускаем. Вроде норм. Даже рулится как-то. И собираем последнее. Вроде как должно все влезть сюда. А если не влезет, то и хрен с ним. Так, это и есть все двойки. Какое красивое число. Люблю вот красивые числа. Иногда такое случается. Не, все сюда не влезет. Самая малость осталась. Ну и ладно. Значит, еще раз потом. Придется ехать. Загружать. Ничего страшного. Мы же здесь собрались, чтобы поработать. Поэтому мы работаем. Все хорошо. Так, подъезжаем. Выгружаем. Все нормально. Ха. Все, давайте последнее тогда. Оп. Опускаем ковш. И последнее вот эту вот пупучку собираем. То, что тут осталось. Тут уже точно все в один ковш должно влезть. У нас доехал до места перегрузки опять дон. Уже второй раз разгружается. Красавчик наш Валерчик. И силостный бункер пуст. Все, теперь можно сюда набивать снова траву. Что у них там происходит? Они стоят нормально, стоят. 73% у нас забился Урал сельхозник. Можно в принципе отправить его сейчас на разгрузку. Сказать ему, чтобы он вот только забился чуть-чуть. Сразу же ехал разгружаться. Ну ладно, уже не будем этого делать. Все, с ковшом мы закончили. Так что все нормально. Пока припаркуем вот этого пацана сюда. И берем вот эту МТЗ-шечку нашу красненькую. И поехали. Высыпем еще 10 кубов силы с нашим коровятом. И производительность у них должна будет со временем повыситься. Надо забивать эту яму травой. Не знаю, наверное, в следующий раз будем этим делать. А может быть и сегодня. Вряд ли сегодня. А может быть и сегодня. Я в принципе особых проблем не вижу с этим. Так, коровки я вам еще тут не несу. Везу. Везу жрачку. На, те. Жрите. Все. Должны быть сыты, довольны. По крайней мере до следующей серии точно. А может быть и через серию еще. Не будете меня отвлекать от этого всего. У овечек тоже все нормально. Кстати, по поводу шерсти. Она до сих пор не появилась. А что там нам в меню скажут по поводу шерсти-то, а? Здесь выгружать... Загружать шерсть в прицеп с поддонами. Я думал она должна появляться. Так, коровы. Производительность 33,29 на молоко. Всего 50 штук. До приплода 99... 19 часов. Новая коровка у нас должна появиться. Да, насколько я понимаю. Новая овечка через 12 часов появится. Тут частота 98%. У коров почему-то она не стала новой. Хотя мы два раза там проехались. Хрен его знает, как это работает. А, шерсть надо загрузить в поддон. Понятно. Тут, короче, может оно копиться до 100 кубов. Появляется. Можно выгрузить поддон шерстью и отвезти. Отлично. Не надо будет их двигать, что тоже хорошо. Вода, сена, трава у них пока что есть чуть-чуть. И это хорошо. Что у нас там с уборкой поля-то? Потихо убирают. Скоро закончат. Ну и отлично. Взяли пацаны вдвоем, убрали. Молодцы. Знаете, друзья, что я еще хотел сделать? Я же хотел новое поле купить. Двенадцатое. И знаете что? Мы пока довольно-таки нуждаемся в траве. Довольно-таки нуждаемся, да? Нормально я сказал? Нормально я сказал. Короче, пока мы нуждаемся в траве, я думаю, может быть, купить вот это вот самое поле. Что у нас здесь растет такое? Картошка что ли? Поле стоит 210 тысяч. Я один раз уже контракт на нем выполнял. Кстати, ценник на него почему-то не убавился. Не знаю почему. Да, это у нас картофель здесь растет. Честно говоря, у меня появилась мысль, что это поле можно перепахать. И, короче, засеять здесь на первое время травы. И делать из него корм. Из этой травы. Ее косить, забивать в силосную яму, делать силос. Косить ее и возить ее на корм животным. Потому что ездить далеко за ней, мне, сами понимаете, немножко впадло. Хотя можно валеронов запрячь. Но там, понимаете, на всех лужайках деревья растут. Это неудобно. Валероны не очень любят работать с деревьями. Можно, с другой стороны, конечно же, еще получить лицензию на спил леса. И эти самые деревья оттуда нахрен попилить. Короче, я как-то хз. Вот такой вот скриншотик у нас получился. Сейчас на заставочку. Почему бы нет? Симпатичный ураленок. О, ураленок, твою мать. Вот это я сказал. Плюс надо забивать яму. Яму сам я забивать не очень хочу. Поэтому туда я стопудово буду отправлять валеронов. Валероны с деревьями не дружат. Пилить их как бы тоже такое. Там не сосны растут. Куда мне эти деревья девать? Продавать? Их возить неудобно будет. Хрен его знает. Короче, у меня тут сейчас... Я весь в раздумьях. Так, дружище, что у тебя тут, а? Ты уже, я смотрю, много всего сделал, да? Тебе тут совсем понты осталось? Может, самим доделать все, а? Как вы считаете? Хотя все равно я сейчас приму решение, не дождавшись вашего ответа. Ладно, пускай работают пока. Можем пока съездить еще травы немножко привезти на корм. Мне не нравится то, что чистота не упала у животных. Точнее, у коров не прибавилось. У то овечек все нормально. Они, правда, тут опять немножко намуцарили. Мякают, бегают. Возичка есть, все есть. Отлично. А еще можно вот эту траву повыкашивать. Но как сюда добраться? Я, честно говоря, хз. Но здесь, типа, растет трава, которая трава, которую можно косить. Ну, сейчас у них здесь чистенько. Но в меню частота 0. А у овец 98. У овец обновилась, у коров нет. А травки им, кстати, не помешало бы. А поехали съездим за травкой. Я думаю, опаньки. А где-то здесь монеточка. Вот здесь вот где-то. Около бочек. Прямо она аж орет. Вот она. Еще 96. Да, кстати, около силосной ямы я еще одну подобрал за кадром. Ну да ладно. Короче, паркуем это на базу. Короче, друзья, паркуем этот трактор обратно на базу. Едем еще на комбайне. Косим прицеп травы для наших животных. Один прицеп, я думаю, им хватит вообще по горло. Так, в общем-то выгружаем. И тут нам сейчас смс-ками спамится, что валерон закончил работу. Сейчас пойдем посмотрим, что он там закончил. Кстати, у коровок производительность 69%. Частота обновилась. Теперь он здесь опять они начали немножко гадить. Самую малость. Но, в общем-то, это все дело заработало. В общем-то, еда у них есть. И это замечательно. Меня это радует. Сейчас пойдем глянем, что там валерон у нас закончил работу. Комбайн только на место отвезем. Наверное, друзья, в следующий раз мы нормально так заготовим силосы и травы. Ну как нормально это? Выкосим, короче, всю эту лужайку. Так, нет, не здесь ты будешь стоять. Здесь нам семена потом требуется возить. Давай ты вот здесь вот будешь стоять. Во, стой здесь. А мы погнали на поле. Вот это вон ту часть, кто убирать-то будет, а? Я? Вот еще убирать и убирать. Что ты закончил работу-то? Вот валера, валера. Еще смылся, двигатель не заглушил. Вот ублюдок, а? Ладно, поехали. Сами за него доубираем сейчас остатки вот эти. Самое интересное, он куда-то все высыпал или что? Как это сработало? Ладно, пофигу. Сейчас доубираем за ним это все дерьмо. Так, ну что, вроде все, да? А мне до сих пор лезут эти сообщения, что валерон закончил работу. Хотя я за ним еще тут почти два кубана собирал. Лентяй, а? Вот еще целый литрик. Боже, зачем я за этим литриком? Хочешь я, хрен его знает. Но вообще, люблю, когда все по фэншую и все красиво. Давайте вот это тоже дособираем. Маленькие вот эти вот кусочечки. И вот этот тоже. Нормально все. Еще миллион девятьсот он не убрал, а? Вот же ж ублюдок. Вычт у него из зарплаты это все дело. Что это такое вообще? Непонятно. Так, все. Комбайн мы глушим. Можем даже сворачивать. Валерона отправляем на разгрузку. Пускай едет разгружается. Вообще, комбайн погнали на базу отвезем. Только через главные ворота он, скорее всего, не пролезет. Надо будет в объезд ехать, да? Через большие ворота. Да, ничего страшного, в принципе. Заедем мы здесь. Какая разница? Куда бы его только поставить? Так, чтобы он не мешался нигде. Короче, пока пускай вот здесь стоит. Мы, друзья, кстати, с вами уже потихонечку начинаем обзаводиться техникой. Ее уже становится довольно много. У нас два комбайна, два трактора, куча прицепов. Кувш, сейлка, удобрелка, плуг. Еще надо культиватор будет купить. Есть Урал еще, кстати, да? Много всего. Так, падла, стой. Забираем у Валерона нашего Урала. И давайте его тоже парканем где-нибудь. Во, нормально. Все отлично, в общем-то. Сегодня мы на славу потрудились. У нас теперь есть 36 кубов сои. У нас есть еще по мелочи другого урожая. Пшеницы мало. В общем-то, да, надо покупать поле. И, блин, и под траву надо поле. Ешкин кот ни на что нет денег, а? Тринадцатое поле тоже хочется. 800 тысяч надо копить на тринадцатое поле. Ух ты ж, ежик, что там поезд едет? Я чуть не обосрался от этого звука. В общем-то, да, двенадцатое поле надо покупать. Не знаю. Может быть, на один раз засеем это травой, а потом будем объединять, в общем-то, хз. Или, кстати, для силоса можно его и кукурузой засеять. По-хорошему. С кукурузой силоса-то явно больше, чем с травы будет. Правильно? Можно и так поступить. В общем-то, друзья, уже в следующий раз будем мозговать на всю эту тему. В следующий раз у нас пассивная. Что-нибудь будем придумывать с травой, разбираться с животными, фармить рейтинг. На этом, друзья, у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки и про комментарии. До хрена лайков, до хрена комментариев. И, короче, все будет круто так, круто тенюшка. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.